Итак, поговорим о Марсе и о том, что мы знаем. Ну что-то мы о Марсе достаточно многие уже знают, там еще чуть ли не со школьных времен, с тех пор немного изменилось. Вот так его увидела Розетта, это космический аппарат европейский. Если мы посмотрим на небо, мы его увидим в виде маленькой желтой точки, как звезды фактически, тусклее некоторых звезд. Сейчас мы его не увидим, он слишком близко к Солнцу. Но вот месяц назад где-то они очень хорошо рядом с Венерой друг с другом смотрелись. Ну вот, Красный Марс, воды нет, полезных ископаемых нет, населена роботами. Но на самом деле совпадает только с роботами, а все остальное там есть, но не так много, как на Земле. Что о Марсе достаточно известно? Ну про вулканы, наверное, все знают. Это самая большая в Солнечной системе гора, она же самый большой вулкан. Самый большой в Солнечной системе каньон, который в сотни раз превышает самый известный большой каньон на Земле, Гранд Каньон. И самое интересное, наверное, что сейчас в принципе происходит на Марсе, если там что-то происходит, связано с атмосферой или с атмосферными явлениями. Во-первых, атмосфера на Марсе есть, потому что для некоторых даже это является новостью. Может быть, Солнечной путают, не знаю, но как на Марсе может быть ветер, если там нет атмосферы. Ну вот есть. Вот здесь мы видим снимок как раз с индийского космического аппарата, который не так давно туда прилетел. И вот как раз мы можем видеть предел. Некоторая часть этого диска, она полупрозрачная. Это как раз пыль, висящая в атмосфере, которую мы видим под очень острым углом, фактически под 90 градусов. Вот состав атмосферы в таких не совсем понятных графиках. Но общая суть в том, что большая часть, нет, лазер почти не виден, большая часть состава атмосферы – это углекислый газ. Все остальное там совсем в ничтожных количествах. Он даже есть немного кислорода, но его совсем мало, потому что общая плотность атмосферы Марса составляет примерно сотую часть от плотности атмосферы Земли. То есть даже то, что есть здесь какие-то проценты, в общем, если туда человек появится и попытается вдохнуть, небольшая разница для него будет, что он попытается дышать на Луне или же на Марсе. При этом, несмотря на тонкую атмосферу, она действительно достаточно активна для такой плотности, казалось бы. Про марсианские полевые бури, надеюсь, тоже многие слышали. Про глобальные полевые бури. Вот здесь снимок с телескопа Хаббл, как раз пример Марс без полевой бури, Марс-курильщика с полевой бури. Но, насколько я знаю, там 2001 год, с тех пор на Марсе вот таких глобальных полевых бурь как раз не происходило. То есть когда туда высадили марсоходы, чтобы можно было на это посмотреть с поверхности, то бури прекратились, ну, по крайней мере, глобальные. То есть, видимо, кто-то там решил прикрутить. Ну, я надеюсь, на самом деле, что будет, потому что для марсоходов это не очень приятно, но посмотреть их глазами такое событие, в общем, это интересно. Есть на Марсе и облака. Вот в нижней части снимка можно увидеть настоящие облака. Причем у них облака бывают трех типов. Пылевые, причем это именно облака, это не бури, это просто облака, которые висят там буквально чуть ли не на 100 километрах высотой, то есть даже на земле такое нереально, а там пыль висит, потому что она очень микроскопическая, ну, и там влажность почти никакая. При этом есть и два других типа облаков. Это углекислотные из углекислоты, из кристалликов углекислоты замерзшей, и водяные. Там тоже есть водяные облака, причем там даже зафиксирован снег у полюсов. Ну, там, правда, такой снег китрый, потому что из-за низкого давления вода не успевает оставаться на поверхности, и она испаряется. И снег получался такой, что он летел, 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 и где-то на высоте один километр просто испарялся, исчезал. Вот здесь мы можем увидеть пример того, что движется в атмосфере. Здесь вот такой целый пылевой фронт идет. Вот нижний снимок — это как раз взгляд марсохода на движущийся маленький смерч. И вот здесь снимок со спутника тоже. Там спутник, и здесь снимок со спутника — это смерч примерно высотой 800 метров. Там были зарегистрированы смерчи высотой до 20 километров. Это вот еще не самый большой. Интересно рассматривать снимки Марса, когда ты видишь, смотришь тропинки туда-сюда, как будто кто-то набегал. Это вот как раз идет смерч, стягивает как пылесос полосу пыли за собой, и вот такие тропинки видны. Причем вот маленькие смерчи, они отлично поработали на человеческую науку фактически, потому что марсоходы предыдущего поколения, Spirit и Opportunity, они на солнечных батареях были. И батареи постепенно покрывались пылью. Выдача энергии падала, и вообще их запускали и предполагали, что пыль их убьет через три месяца. А вот Opportunity сейчас работает 11-й год и продолжает работать. Все еще именно благодаря ветру, который сдувает, или вот таким вот образом вообще пылесосится его солнечная батарея, и он продолжает работать дальше. Такие события происходят примерно где-то раз в два года, такие именно, что реально смерч прошел по марсоходу. Но это, в общем, сразу ученые понимают, то есть они могут не успеть снять, не успеть отдать команду на съемку, но они могут увидеть просто, что выдача энергии из батареи резко возросла. Они говорят, ну значит произошло, как-то у них это, у них Dust Devil называется, это пыльевой дьявол, такие смерчи, и у них события так называют, так уж как-то там типа дьявольское событие или что-то вроде этого, не помню точно. Ну, в общем, при этом обычно считается, что вот пылевые бури, там все должны задуть, ничего не должно быть, не может быть на поверхности. Обычно про марсоходы, когда речь идет, говорят, как они там изучают, вот там у Curiosity бур на 7 сантиметров, да на эту глубину ничего изучать нельзя, там нужно метры копать, потому что все засыпано пылью. Ну вот в данном случае не засыпано, потому что мы можем до сих пор наблюдать парашюты космических аппаратов, которые запускали десятки лет назад. Вот в данном случае Mars 3, это белое пятно, как раз лежащий парашют. И вот здесь немного хуже видно, но все-таки видно. Вот это спускаемая капсула Викинга, а вот здесь белое пятно, как раз полузасыпанный парашют. То есть белая ткань, которая просто лежит на поверхности. И там за это время прошло штук 5 или 6 глобальных пыльных бурь, меньше, точнее больше, наоборот, прошло локальных пыльных бурь, но при этом остатки человеческой деятельности все еще неплохо видны на поверхности Марса. То есть если там что-то более древнее, причем, когда говорят, вот там засыпет пылью, но если что-то засыпало пылью, значит, откуда-то эту пыль подняло и осыпалось. То есть, соответственно, если в одном месте пыль накапливается, где-то, наоборот, происходит эрозия поверхности, и поверхность оголена. Вот примерно точно так же сейчас находится в местности, где работает марсоход Curiosity. Он как раз работает в овраге, который фактически выкопал ветром. Ну там целая сеть таких оврагов, и она как раз выкопана ветром, который дует с горы. И он работает как раз на голой поверхности, ему не нужна даже лопата, чтобы там закопаться под пыль. Ну там есть и пыль, ну такая пыль-полупесок, такой полупыль-полупесок, потому что реальный песок ветер марсианский практически не может двигать. Но есть одно место, это фактически Нилипатера, это такая кратер вулканический, внутри, на дне которого движутся марсианские дюны. Вот здесь, ну тут еще ракурс освещения меняется, но вот можно увидеть, что вот по кромке видно, что дюны реально передвигаются. Это черный вулканический песок, между кадрами, по-моему, несколько лет. То есть вот примерно там где-то на полметра в год эта дюна движется. И вот в этом кратере эти дюны любят снимать со спутника именно потому, что они движутся. То есть где-то в других местах вроде дюн много, но такого движения незаметно. А вот в этом месте там, видимо, какие-то завихрения более сильные происходят, но вот это движение наблюдается лучше. Вообще наблюдать марсианские дюны, это вот здесь как раз нужна та релаксирующая музыка из предыдущей лекции. Это что-то такое медитативное. Ну, во-первых, вот это, да, это похоже на шаих Улуда из дюны. Реально кажется что-то нереальное, но это так и есть. Это достаточно крупное образование, оно длиной примерно 100 километров, в ширине где-то там до 10 километров. Это находится практически на северном полюсе. Но это тоже, это темный вулканический песок и сформированная такая структура ветром. Там просто каньон и ветер, и вот она лежит как раз вдоль каньона на его дне. То есть вот идеальная там заставка на рабочий стол, идеальное средство для релаксации. И вот это на самом деле наблюдать можно бесконечно. Какие-то из дюн там напоминают бактерии, какие-то вот здесь, то есть ветер сформировал совершенно параллельные структуры. Вот здесь еще интереснее, это дюны, вот здесь их 4 штуки, вот эта длинная полоса, они полностью закрыты слоем льда. Вот о льде мы сейчас поговорим как раз. Полярные шапки, ну это тоже, наверное, первые объекты на поверхности Марса, которые были увидены людьми. Ну и пятна на Марсе, вот эти темные. Когда как раз люди увидели, что пятна, решили, что это моря, полярные шапки тоже как на Земле, и решили, что да, вот это Марс совсем копия Земли, и там должны быть марсиане. Но немного ошиблись. Но еще до сих пор, до сих пор, да. Вот это съемка как раз Северного полюса. Вот в этом каньоне как раз лежит тот самый марсианский червь гигантский или рептилия. Здесь как раз разница, лето-зима, понятно. Дальше южнее снег не выпадает, потому что это снег углекислотный, и даже там при минус 60 по Цельсию он уже начинает испаряться, таять и испаряться. То есть то, что на севере, вот то, что скапливается, как раз углекислота, и ей нужно гораздо ниже температуры, чтобы она реально стала снегом или льдом. Вот это край марсианской полярной шапки. То есть видны многочисленные слои, которые когда-то формировались, а сейчас они разрушаются. Уже неоднократно спутник снимал, то есть спутник снимает край полярной шапки, и он наблюдает реальные лавины. Это скорее что-то среднее между камнепадом и лавиной, потому что структура больше похожа на скалу, скорее ледяную, чем на гору, с которой сползает снег. Но вот такие явления неоднократно, и, видимо, мы до сих пор являемся свидетелями того, как полярная шапка Марса сокращается, разрушается, испаряется. Вот такие вещи — это что-то совершенно нереальное. То есть сложно понять, что это — мороженое с шоколадной крошкой или что. Я тоже, когда первый раз ее увидел, долго ломал голову, что это вообще, как это смотреть. Это черные вулканические дюны из вулканического песка, закрытые углекислотным льдом. И это весна. Лед начинает по краям трескаться, и песок — там очень интересный процесс. Там, когда лед, он как стекло работает и как парник. Когда его начинает греть солнце, приходит весна, свет проникает через лед и начинает греть грунт. И таяние начинается с дна. То есть вот если лед лежит, который на песке, таяние льда начинается снизу. И из-за накопившегося углекислого газа там проявляется фактически эффект шампанского. Когда он тает, 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 потом корка льда лопается, и газ вырывается вверх, захватывая с собой песок. То есть из этих трещин вырываются черные гейзеры с песком, и они как раз осыпаются. Здесь по этим гейзерам как раз определяют направление ветров весной. То есть струя вырывается, потом ее ветром куда-то сносит, и как она ложится, соответственно, поэтому мы можем определить, куда дул ветер. Даже есть такой общественный проект, Planet4, по-моему. Там, в общем, можно рассматривать снимки Марса и отмечать как раз направление, куда ложатся вот эти гейзерные хвосты. И это позволяет как раз ученым, когда они анализируют общую работу всех, кто там участвует в этом проекте, они как раз понимают карту распределения марсианских ветров при поляре. А вот теперь очень много надо сказать про воду. Из воды просто, я не знаю, наверное, в 90-е, в начале 2000-х сделали какой-то пиар-проект. Вода на Марсе, вода на Марсе. Даже до сих пор сейчас там что-нибудь, Curiosity, этот марсоход проведет какой-нибудь анализ, и журналисты снова, марсоход нашел воду на Марсе, да ее там навалом. Ну вот признаки как раз того, что она раньше была и того, что ее было много, нашли примерно, нашли еще как раз когда викинги работали, там в 70-е, 80-е, в 90-е нашли более убедительные доказательства. Вот здесь мы видим реальную речную дельту, то есть где-то в большом кратере, там диаметром, по-моему, 90 километров, кратера Берсвальде, там было озеро, в это озеро впадала река. Река несла с собой грунт, когда река впадает в озеро, течение замедляется, тот грунт, который несся течением, он оседает на дно. Вот таким образом была сформирована гигантская дельта. Ее до сих пор рассматривают, туда предполагалось отправить марсоход Curiosity, до сих пор ее рассматривают как один из вариантов того, куда можно отправить другие последующие марсоходы. Вот здесь на снимке, это Марс-Одиссей, а это Марс-Глоберс-Сюрвейер еще. Здесь на снимке тоже самое можем видеть такие речные дельты. Остатки озер мы видим, остатки рек мы видим, а где, собственно, сама вода. Возвращаясь к прежнему снимку, здесь большая шапка, но, как я говорил, углекислотный лед примерно 2 метра толщиной. Все остальное, что мы видим летом на полюсе, это вода. Максимальная толщина северной полярной шапки, ну, лед, естественно. Максимальная толщина северной полярной шапки 1,7 километра. Южной полярной шапки до 3 километров. Если взять воду с северной полярной шапки, с южной полярной шапки, растопить и налить на идеально гладкую планету размером с Марс, мы ее закроем на 11 метров водой всю. Соответственно, если растопить вот эти запасы, то на маленький океанчик или на несколько средних морей нам хватит. Но нежелательно это делать, пока нет более-менее плотной атмосферы. Но там есть другая вода. В данном случае мы видим метеоритный кратер, в котором вот то, что мы видим по периметру, это ледник. Это замерзшая вода. И такого там достаточно много. Насколько я знаю, до сих пор пока не прикинули, сколько реально в ледниках марсианских сохранено воды помимо полярных. И ледники спускаются достаточно близко к экватору. Относительно, где-то до 40-х параллелей. Это примерно широта где-то в районе Сочи. То есть если, ну мы представим, если на Земле. То есть если нам нужна вода на Марсе, нам не нужно лететь на полюса. Нам достаточно добраться куда-нибудь не так, где не так холодно. Вот один из, есть помимо ледников, есть вот такая интересная находка. Она совершена примерно где-то 10 лет назад. То есть с виду абсолютная равнина, абсолютная пустыня. На дне которой там что-то могло быть. Грунт имеется в виду, какой там вулканический, скорее всего, как все на Марсе. Но туда стали ее наблюдать и стали замечать упавшие свежие метеориты, которые вот уже упали там буквально. То есть там метеорит упал, через неделю пролетает спутник, снимает это место, видит падение метеорита. И в этих следах обнаруживают вот такие белые. Ну здесь такой цвет усиленный, поэтому он кажется фиолетовым. Реально это вот яркие пятна белые. Пролетает через неделю, пятно тускнеет. Пролетает еще через неделю, пятно исчезает. И пришли к выводу, что это лед. Это тот же самый лед, который просто сверху закрыт пылью. Даже есть вот в 76-м году как раз полетели два викинга. Это два аппарата, у которых американские, у которых был и спутник вокруг, у каждого был по спутнику, и спускаемый аппарат. Вот эти спускаемые аппараты сели как раз в районе, где наблюдают вот такие явления. Причем, когда они рылись, они не нашли воду. И тогда как раз решили, как же так, ну вот там русло есть, а воды нет. Оказалось, что надо было копнуть просто сантиметров на 20 глубже, и вода бы нашлась в виде льда. Но на тот момент этого не догадались, не докопались. Поэтому пришлось посылать отдельный космический аппарат «Феникс», который все-таки докопался до льда. Это вот след ковша «Феникса». Его послали чуть севернее, след ковша «Феникса», который отрыл водяной лед на Марсе. Это вот первое, 2008 год, первое и на данный момент последнее исследование марсианской воды непосредственно. То есть не со спутников, не при помощи спектрометров, а вот так вот взяли и потрогали. А со спутников обнаружили еще более интересное явление. Долго спорили, лет пять, наверное, спорили. Что же это такое? Как так? Вот как так может? То есть по физическим свойствам на Марсе жидкая вода быть не может. А здесь наблюдается, то есть это съемка примерно где-то за несколько месяцев одного и того же места. И мы наблюдаем некие, с края обрыва стекают некие полосы. И было непонятно, как так, ну почему, откуда. Вода не может быть жидкая на Марсе. Оказалось, сможет, если это не просто вода, а рассол, примерно то, чем у нас улицы поливают зимой. То есть вода с солью, ее можно охладить ниже минуса одного градуса по Цельсию, и она останется жидкой. Она там замерзнет при минус пяти или до минус тринадцати, можно ее насыщать солью. А испаряется она от нуля и выше, если практически нулевое давление, то есть как на поверхности Марса. Если рассол там будет минус пять градусов, то на поверхности Марса он не будет испаряться. Соответственно, все, что нам нужно, это достаточно просоленая почва и лед, который мы начнем греть. И примерно вот это же сейчас и происходит. Причем такие же явления смогли пронаблюдать в долине, насколько я помню, долины Макмёрда, в Антарктиде. Там сухая пустыня, и вот там наблюдается примерно то же самое. Там причем даже эта жидкость образуется не из ледников грунтовых, а из снега, который выпадает сверху. То есть он выпадает, тает, грунт насыщается водой, и там же контактирует с солью. И дальше уже протекает, она не течет, это просто такие полосы сырого грунта, которые вот так протягиваются. Но когда наступает все-таки тепло, он уже начинает высыхать. То есть это именно весенние явления, когда еще недостаточно жарко, но при этом уже достаточно тепло, чтобы растопить этот рассол при минус пяти или минус десяти градусах. Еще одна загадка, которая до недавнего времени совсем была загадкой, сейчас немного проще стало, это с марсианским метаном. Здесь мы видим пятна концентрации метана в атмосфере Марса, но здесь совсем ничтожная разница. То есть если здесь мы увидим, синий это 10 частей на миллиард, ну на миллиард частей другого газа, а здесь красная это 30 частей на миллиард. То есть в принципе разница совершенно ничтожная, но при этом наблюдается разница по географической привязке. То есть в каких-то местах метана выделяется больше, в каких-то меньше. Но это наблюдали с Земли при помощи наземных телескопов и наземных спектрометров. На Марсе пока, ну сейчас уже, конечно, наблюдали, но вот буквально до недавнего времени, год назад, еще это не смогли определить. Единственный аппарат, который сейчас может на поверхности Марса определить метан, это Curiosity. И сначала он измерил метан и не нашел его. Сказали, ну вот все, значит наши телескопы ошиблись, наверное, что-то показалось. А потом он измерил на метан и оказалось, что подтверждение есть, что он все-таки есть. И тут как раз интрига возникла. То есть в какое-то время года метана нет, а в какое-то время года он есть. Метан быстро распадается сам под себе под действием солнечного излучения. То есть есть какая-то причина, которая выделяет его из грунта, скорее всего. И потом он просто либо рассеивается, уходит в верхние слои атмосферы, либо разрушается солнечным излучением. До конца как раз пока неизвестно происхождение его. И буквально три месяца назад они наконец заявили в НАСА, что да, мы все-таки нашли органику на Марсе. Вот здесь мы видим по графику результаты исследования четырех мест, где был набран грунт. И лишь в одном появился очень высокий пик хлорбензола. Хлор здесь, скорее всего, просто потому, что в грунте Марса есть и хлор, и процесс исследования таков, что, скорее всего, они просто смешались в соединения, и уже соединения в образце проанализировали как хлорбензол. Но здесь главное, что он есть. И проблема почему была? То есть марсоход два года назад, два с половиной года назад сел на Марс, а нашли только сейчас. Почему? Проблема в том, что он привез с собой несколько образцов растворителя, в который предполагалось опустить марсианский грунт и посмотреть реакцию. Так вот, при посадке, видимо, один из этих сосудов каких-то с образцами просто разбился. И когда они начали анализировать, провели первый анализ, у них там показали какие-то дикие пики органики, они там закричали, а мы нашли органику. Потом оказалось, что они нашли свою собственную органику, которую они с собой привезли. И они так это скромно-скромно затерли, замазали, что вот мы там сомневаемся, не исключаем загрязнение. А потом уже, ну это на прессу, а потом на серьезных конференциях они признались, да, вот там у нас штука одна разбилась, и мы, в общем, дали маху. Но потом проанализировали один образец, второй образец, третий образец, четвертый образец, и они уже смогли отличить по разнице, ну то есть определить, какую часть загрязнения вносит вот этот вот разбившийся растворитель и фактически убрать его из результатов выдачи, ну отсечь или просто игнорировать его. И выяснилось, что вот в одном из случаев как раз мы получили очень высокий пик этого органического соединения. Причем, что же важно, органика, она точно так же под действием солнечного излучения разрушается. И они нашли вот два, вот Джон Клейн и Камберленд, это образцы, у них разница, наверное, метра два. Разница только в том, что один образец, так скажем, в чистом поле, а другой ближе к обрыву. Вот этот обрыв образовался как раз в результате ветровой эрозии, то есть ветер постоянно подкапывал этот обрыв и отодвигал, и освобождал новое пространство. Вот та часть, которая была недавно, ну относительно недавно, они посчитали, у них 80 миллионов лет получилось. Вот недавно, 80 миллионов лет назад, эту часть освободила как раз ветровая эрозия, марсианский ветер. Его проанализировали, то есть грунт практически одинаковый, но здесь органики нет, а здесь уже есть. Именно потому, что здесь ее на глубину 7 сантиметров, что является длиной буром у Curiosity, радиация уже солнечная смогла разрушить органику, а тут еще не успела. То есть это, видимо, некие соединения органические остались в древней почве, которой сейчас нет на поверхности. И вот эту древнюю почву удалось проанализировать. Но при этом органика — это еще не жизнь. Органики полно на Меркурии, практически на всех кометах есть органические соединения. Ну там в галактиках, где-то с полгода назад была новость о том, что открыли туманность, состоящую из спирта. И сразу там комментарий, там, о, наконец-то появился смысл к дальним космическим перелетам. То есть сама по себе органика еще не означает жизнь. Но один из, скажем так, плюсов того, что возможно, плюс к гипотезе того, что она, скорее всего, возможно, там была. И буквально новость не вчерашней, но прошлой недели о том, что там нашли нитраты. Для Земли нитраты считаются удобрением, в общем, используется так. Суть в чем? Газ азот состоит из двух молекул. И разбить эти молекул очень сложно. Например, по большей части атмосфера Земли состоит из азота, но мы его практически не воспринимаем, потому что он не вступает ни в какие взаимодействия. И для нас он при нашем давлении, при наших земных условиях является инертным. То есть он не взаимодействует с чем-то там, как, например, кислород, благодаря которому мы получаем энергию для деятельности. Вот. И задача… То есть самое интересное в азоте – это если мы находим соединение, где эти атомы разделены. Разделить эти атомы можно двумя путями. Либо очень дикой температурой, в природе это возможно только либо в момент удара метеорита о поверхность, либо в том месте, куда бьет молния. Либо разделение двух атомов азота производится как раз в результате биологической деятельности. Есть несколько бактерий, которые могут это делать. И это опять же такой плюс, один еще один кирпичик в надежду того, что Марс когда-то был обитаем хотя бы на микроскопическом уровне. И теперь вот к следующей теме, немного приближаясь, к теме человеческих перелетов. Марсианский грунт, как исследуется вообще марсоходом? Он берет образец грунта и размещает в микроволновую печь. И нагревает. Как я говорю, жарит Марс. По выделяющимся газам в процессе нагрева, он в общем и определяет, какой состав грунта. Так вот интересно, если мы нагреваем до температуры 400 градусов, то выделяются достаточно полезные для человека газы. Газы там, кислород выделяется, водяной пар выделяется, и тот же оксид азота выделяется. То есть все это в принципе можно использовать. То есть если мы летим на Марс когда-нибудь, нам не обязательно вообще все с собой брать. Мы можем там сэкономить на кислороде, мы можем начать какую-то там земледельческую деятельность, если будем использовать местные ресурсы. И да, уже завершаю, как раз у меня тут 30 секунд осталось. Сейчас радиация. Самый, сейчас по-моему, самый актуальный, когда говорят Mars One, полет на Марс, радиация. Вас убьет радиация. Не убьет. Будет неприятно. Но все-таки лететь можно. Это вот как раз тоже результаты Curiosity. То есть мы слетаем на Марс, это все равно, что мы 7 лет отработали на атомной электростанции. Это не опасно. Или 4 года на МКС. Вот сейчас люди как раз вчера ночью полетели на год, но они будут проверять возможность своего организма на всем взаимодействии. Там и радиация, и невесомость, и все остальное. По радиации у нас получается эквивалент пребывания 4 лет на МКС. Это как раз полет на Марс. Неприятно, но вполне реально. То есть, как обычно говорят, биомасса к Марсу не прилетит. Да, самое главное забыл. В общем, недавно нашли метеорит, в котором нашли что-то клеткоподобное. Что-то овальное. У этого что-то там слоистая структура. Внутренняя структура какая-то наблюдается. Метеорит марсианский. И вроде бы можно было бы кричать, о, наконец-то нашли там первую окаменелую бактерию, если бы нашли хотя бы такую же вторую. Вторую не нашли. Поэтому пока мы на это любуемся и надеемся, что найдут вторую, тогда можно с гораздо большей уверенностью говорить, на Марсе была жизнь. Пока говорить не можем и только надеемся. У меня все. У меня очень серьезный вопрос. Возможно, все видели фильм «Вспомнить все» со Шортснеггером. Для тех, кто не смотрел, небольшой спойлер. Там в конце топит лед, и появляется атмосфера у Марса, и все счастливы, и он становится землеподобной планетой. Возможно ли это? Ну не все так просто. Мы можем предположить, что там в произведении лед был не просто водяной. Например, там с замерзшим кислородом и так далее. В принципе, растопив лед, мы повысим плотность. Реально самая большая проблема с Марсом, с его будущим процессом колонизации, это практически отсутствие атмосферы. И на первом этапе нам вообще все равно, чем мы будем наполнять эту атмосферу. Лишь бы она там была. Мы не сможем там дышать, но, по крайней мере, мы сможем строить там нормальные здания, которые не будем бояться, что они лопнут у нас, потому что мы должны внутри накачать атмосферу одну, чтобы нам нормально работать. И здесь как раз можно все, что угодно. Проблема только в том, что если мы растопим этот лед, как бы он не испарился, как произошло с предыдущими запасами воды в космос, и тогда у нас больше не останется льда, нам придется откуда-то везти. В этом месяце, по-моему, как-то проскочила новость про то, что в некоторых местах на Марсе радиация как бы точечно намного выше, чем в других местах, как будто были какие-то точечные взрывы. Вот насколько эта новость не фейковая? И если это не фейковая новость, то можно ли объяснить каким-то природным явлением? Новость относительно не фейковая. Просто есть реальные природные образования, так называемые естественные ядерные реакторы или природные ядерные реакторы. Они на Земле известны и на Марсе известны. Просто там происходит сочетание факторов, когда высокое содержание урана, по-моему, в общем, какого-то делящегося вещества совпадает в таком конфигурации, что начинается такая медленно текущая ядерная реакция. На Марсе она известна, очень слабо изучена, очень интересна перспектива с точки зрения вплоть до того, что мы можем ли мы там добывать уран для будущих реакторов. Но вот эта публикация, ну вы сейчас очень сказали тактично по поводу того, что реально там заявили о том, что это все, это там следы ядерной бомбардировки, там северные разбомбили южных, или там восточные разбомбили западных. Есть такой представитель, он вроде бы как бы ученый, но при этом у него есть книжка о том, как там как раз марсиане друг друга бомбили, и он ее умудряется продвигать вот через такие выступления на научных конференциях. То есть он вроде бы, у него все это наукообразно, но в конце такой вывод, ну значит одни разбомбили других. То есть там ядерная промышленность, там самолеты надо же было из чего-то произвести. То есть этого ничего нет. Мы видим только два, причем два пятна действительно с разных сторон Марса, с высоким радиоактивным фоном. И вот из этого только, из этого факта он как раз вытягивает все остальное, что вот одни с другими воевали. Либо по его гипотезе были там западные и восточные, они воевали друг с другом, потом кто-то третий прилетел и успокоил обоих. Все понятно с перспективой атмосферы, а вот насчет магнитных полей. Магнитное поле на Марсе фактически ничтожно, то есть для человека оно не играет никакой роли. Но про магнитное поле обычно говорят, что вот магнитное поле защищает там Землю от радиации, на Марсе нету, значит там нельзя жить. Можно. На Земле основную защиту от космической радиации обеспечивает атмосфера. Тот факт, что на МКС космическая радиация в два раза ниже, чем в открытом космосе, это значит не то, что МКС прикрыта магнитным полем. Это значит то, что МКС прикрыта Землей просто. С одной стороны от МКС, она так близко к Земле находится, что просто Земля блокирует половину радиации, половину космических лучей, которые на нее воздействуют. Если мы отлетим на тысячу километров от Земли, там будет высокая радиация. Но если мы отлетим на сто тысяч километров от Земли, там будет некий средний фон, и в общем, на который, опять же, чтобы лететь на Марс, нам не нужно генерировать вокруг себя магнитное поле. Нам не нужно магнитное поле на Марсе. Если мы каким-то чудом создадим атмосферу на Марсе, проблема необходимости магнитного поля и проблема радиации будет снята. Там есть еще такая гипотеза о том, что человеческому организму необходимо магнитное поле. Но вот ребята на Луну летали, никакой разницы они не заметили. И в принципе, есть эксперименты, когда ограничивали, ну я слышал, по крайней мере, о таких, ограничивали людей в неких бетонных комнатах, которые ограничены воздействием магнитных полей. И вроде бы там у них организм угнетенный был и все такое. Но я не знаю, пожил в бетонном кубике где-то под землей, может быть, у любого начнется угнетение организма. Ну в общем, на данный момент мы не можем сказать, что магнитное поле — это некий необходимый инструмент или необходимый фактор пребывания на другой планете. Там то, что есть, ну в общем, там действительно, как Игорь говорит, там это отдельная история про магнитные поля. Оно есть, но очень слабое, настолько слабое, что им просто можно пренебречь. При этом полярное сияние там можно увидеть. Правда, не на полюсе, а у экватора, но это как раз из-за распределения магнитных силовых полей. — Состав атмосферы вы сказали, а на что грунт похож, вот интересно. И второй вопрос, сколько идет сигнал от марсохода до Земли? — От Марса. — От Марса, да. Грунт больше всего похож на вулканический грунт. В принципе, я говорю, Земля и Марс очень родственные планеты, там и по процессу формирования, о чем там Игорь касался этого вопроса. Состоят они фактически из, практически из одного и того же, но, скорее так, марсианская поверхность больше всего похожа на океанские базальты, потому что у Земли более сложная геологическая история. На Марсе, например, нет гранита. Вот дно, тектоническое строение дна океанов земных, оно, наверное, больше всего соответствует строению большей части марсианской поверхности. При этом на Марсе как раз есть вот то, что мы наблюдали здесь, такие цвета цемента, такой светло-серый с голубоватым оттенком, это как раз глины, которые получились в процессе размывания пресной водой вулканического, опять же, грунта. Но если размывание происходит соленой водой, то там уже совсем другие породы откладываются, и как раз когда находят глины, тогда начинают ученые кричать, «Ва, мы нашли свидетельство пресной воды на Марсе, там условий, где могла существовать жизнь». Вот глины тоже достаточно недавно нашли. Ну, то есть их нашли со спутников там несколько лет назад, а марсоходы их пощупали вот в прошлом году только первый раз. Вот так как вопросов мало, я сам задам. Как мало? Вот руки тянутся. А, все-таки есть руки, да? С этой стороны гораздо больше, да. С той же… А, да, сигнал. Сигнал от примерно 5 минут до 20 минут, в зависимости от того, как далеко от Марса. Марс сейчас наступит такой момент, когда Марс спрячется за Солнцем, и связь с Марсом прекратится вообще на месяц. Но при этом, когда говорят там, отзыв от марсохода сутки, просто марсоходами управляют не так, как с луноходом, просто ему утром отправляют команду, вечером он доезжает до какого-то места по команде, снимает вокруг себя, отправляет людям на Землю, они смотрят, куда он приехал, и пишут команду на следующий день. И вот такой у них циклический, то есть сеанс связи с Землей два раза в сутки, то есть раз туда в сутки, второй раз в сутки обратно сигнал. Вот примерно так проходит. Почему? Вы говорили, на Марсе нету ископаемых? Ну это шутка была, просто цитата из «Тайны третьей планеты». Единственная правда из этой цитаты была то, что она населена роботами. А все остальное, там есть полезные ископаемые, но опять же я говорю, геологическая история Марса была проще, чем земная, соответственно, на Земле реально полезных ископаемых больше и разнообразнее. Если посмотреть по сторонам, по окрестным планетам, ну, наверное, может быть на Меркурии, может быть что-то поинтереснее. А в принципе, что с Луной, что с Марсом, Земля по-прежнему остается рекордсменом по количеству полезных ископаемых, тем более многие из них уже разведаны. А почему? Она сложнее. Именно тектоническая жизнь, скажем так, Земли, земной коры, она гораздо сложнее. Соответственно, какую-то полезную ископаемую просто поднимает с большей глубины и распределяет там по действиям где-то микроорганизмов, где-то воды просто в некие скопления. То есть если там один грамм золота на 10 тонн грунта, это одно. Ну, то есть оно может быть совсем распределено, может быть где-то в россыпи. Вот на Земле россыпи более реальны, чем там, потому что более сложная, скажем так, жизнь на поверхности, ну и геологическая, и биологическая жизнь на поверхности Земли. Это, кстати, к теме о том, что Марс как бы мертвая планета. У нее нет живого ядра, так сказать, который как раз при своем движении формирует магнитное поле. Какие породы преобладают на Марсе? Остаточные? Осадочные, да. Металлические или с кристаллической решеткой? Ну, скорее кристаллические, но опять же есть и осадочные, но их не так много, как на Земле. Там была вода. Если на Земле толщина, мощность осадочных пород может до полутора километров насчитывать, например, в Москве, насколько я знаю, там кристаллический грунт на глубине около полутора или двух километров. Все остальное осадочные породы. На Марсе там осадочные породы могут исчисляться метрами или максимум десятками метров. В общем, они есть, но их гораздо меньше. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели стать участником проекта Mars One или ему подобным, и почему? Скажем так, проектом Mars One, если бы я хотел стать, я бы им стал. Вот здесь после меня будет человек, который захотел и стал. Я бы на Марс полетел. Даже в один конец. Но не в проекте Mars One. Но здесь надо сказать одно но. Я бы согласился полететь где-то там, может быть, сотым или девяносто девятым, потому что реально там простор для работы гораздо более подготовленных, квалифицированных людей, чем меня. Я попозже, даже не обязательно попозже, я могу и с ними прилететь. То есть здесь не в том плане, что я наготовенькая. Ты хочешь, короче, не жить, а не выживать. Нет, нет, я говорю, я могу вместе с ними полететь. Но ничего не делать. Просто от меня будет не так много пользы. Я смогу рассказывать о том, как они классно осваивают Марс. Но я говорю, это не самая главная функция на Марсе, поэтому лететь должны более именно профессионалы в своем деле, геологи, пилоты, исследователи. Есть органические какие-то соединения? Поясни, что все это значит. Как я уже сказал, органика в космосе не присуща только биологическим формам жизни. Есть масса небиологической органики. Реально, пока есть такие вот именно плюсы, некие такие кирпичики на весы того, что там жизнь была все-таки. Вот они один, второй, третий подкладываются. Но у нас нет пока ничего того, чтобы мы могли сказать уверенно, вот она, да, мы ее нашли. Вот если найдут вторую, третью, четвертую клетку окаменевшую, как я показывал на последнем слайде, предпоследнем, тогда да, тогда можно крещать, а на Марсе была жизнь. Пока же есть, у меня даже есть отдельная тема для лекции, там есть ли жизнь на Марсе, я ее под этот самый 31 декабря читал, вспоминая один фильм советский. Ну, суть в том, что есть много всяких оснований полагать, что на Марсе была жизнь. Есть даже основания полагать, что на Марсе жизнь была занесена с Земли. Правда, не биологическим путем, не посредством ракет, а посредством метеоритов. Точно так же, как с Марса метеориты долетают до Земли, есть неисчезающая вероятность того, что с Земли когда-то метеорит долетел до Марса и мог заразить Марс своей земной землей, жизнью. Хорошо, что ты сказал «заразить». Ну, в общем, да, это так оно и есть. АПЛОДИСМЕНТЫ